Всем привет! Обзор смартфона ZTE Blade A5 2020. Это версия на 2 гигабайта оперативки и 32 гигабайта встроенной памяти в черном цвете. Давайте откроем коробочку, посмотрим на комплектацию. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Таким вот образом все выглядит по секциям. Тут кабель и кабель microUSB и адаптер питания с выходом сверху, адаптер питания на 1 ампер. Смартфон и документация. Тут гарантийный, тут столовая документация находится вот здесь, в третьем отсеке. В коробочке. Смартфон сделан из пластика. На передней части у него дисплей диагональю 6,08 дюйма, то есть почти 6,1 дюйма. Сделан из пластика. Вот глянцевый пластик. На нижней части, сзади, прорезь для основного динамика. Двойная камера, LED вспышка сверху. Дисплей, фронтальная камера, разговорный динамик. Слева слот для сим-карточек. Справа кнопка включения и кнопки регулировки громкости. На нижней части порт microUSB и динамик. Ой, этот микрофон. Микрофон, не динамик. Динамик вот здесь. Окей. Давайте откроем слот и назову габариты смартфона. Так, это комбинированный слот на две наносим карточки или одну на симку и microSD карточку, если нужно расширить память. В своей памяти 32 гигабайта, так что в принципе в этом будет смысл скорее всего. Габариты смартфона высоту 156 мм, ширина 72 мм, толщина 8 мм и вес 155 грамма. В смартфоне установлена батарейка на 3200 мАч. Конечно же нет возможности беспроводной и быстрой зарядки. Так, включим. Оцениваем скорость включения. И ждем пока включится. Конечно такая поверхность сразу залапывается, царапается. Ну вот, я бы даже порекомендовал брать не черный вариант, а белый или еще есть вроде зеленый в продаже. Так, смартфон включился, потому что на черном очень сильно видны разводы от пальцев. Так. Переходим в настройки. Система. О телефоне ZTE Blade A5 2020. Android 9. Закрываем. Дисплей здесь IPS. Разрешение HD. 1560 на 720 точек. Материал дисплея, стекло. Открываем синтетический тест Geekbench 5. По техническим характеристикам здесь используется процессор Spreadtrum SK9863A. Вот. Это восьмиядерный процессор 4x4, который будет на тактах 1.2 и 1.6 ГГц. Видеоускоритель в устройстве PowerWear AMG8322. Кстати, в этом, в Geekbench 4 нельзя сделать отдельный тест видеоускорителя. То есть он не поддерживается под этот видеоускоритель, только можно замерить по процессору. Запускаем тест процессора. Вы видите уже результат. Результат теста процессора 133 в одноядерном тесте и 783 в мультиядерном тесте. Вот. Так, давайте. Теперь перейдем к следующему синтетическому тесту. Antutu Benchmark. Посмотрим еще в этом тесте результат. Кстати, не факт, конечно, что он запустится. Полностью пройдет. Поэтому, если все будет хорошо, то увидите уже результат. Если нет, то продолжим. Перейдем к следующему тесту. Так, результат у нас с Antutu Benchmark 92 тысячи. Давайте посмотрим рейтинги, сколько касаний поддерживает тач-устройство. Тач-устройство поддерживает 5 касаний. Окей. Так, по рейтингу. Сейчас подгрузится рейтинг, посмотрим. Так, где мы примерно находимся. Ну, мы не попадаем в 90 мощнейших устройств. Вот так вот соотносимся с Redmi 7, которая на 90 месте. Galaxy A30. Это 114-120 тысяч. Мы набираем 92. Окей. Идем дальше. Теперь переходим в тяжелую игрушку GTA San Andreas. Посмотрим, как она работает на устройстве. На максимальных настройках графики. Так, настройки стоят средние по умолчанию. Давайте чуть-чуть повысим. Ну вот, сделали все настройки на максимум. Запускаем игру. Смотрим, как она работает. Так. Так, сразу видно, что чуть подтормаживает игра на максималках. Да. Вот она вообще сейчас скрашнется. Так что нужно обставить. Давайте только яркость оставим высокой. Продолжим игру. Что не получается. Она вроде работает. Как-то вроде нет. Попробуем перезагрузить GTA San Andreas. Только не будем уже сразу ставить максималки. Возможно, это из-за этого. Будем смотреть на стандартных настройках. Смотфон, конечно, бюджетный. Никто не требует, чтобы там тащили все тяжелые игрушки. Но хотя бы на минималках, да, посмотреть. Должны работать. Так, сейчас запустили в настройки, которые идут по умолчанию. Но видим, что все плохо. Даже так. Попробуем понизить до минимального уровня. Так, все. Вот, все. На минимум. Продолжим. Вот, на минималках вроде работает. Не тормозит, не крашится игра. Вот, на минималках можно поиграть более-менее нормально. Не, вот видите, все равно. Игра зависает. Вот, видели. И работает сейчас нормально. Видимо, она секунд пять работает нормально, а потом зависает. В общем, такая ситуация. Особо не поиграешь в GTA San Andreas. Окей, в принципе, Minecraft работает нормально. Call of Duty на минималках работает. PUBG Mobile тоже только на самых минималках. Так себе работает. Окей, теперь давайте о камере. Камера здесь двойная. Двойная 13 плюс 2 мегапиксель основная. Фронтальная 8 мегапикселей. Теперь я покажу вам примеры снимков на основную камеру этого устройства. Сейчас вы видите. Выведу их на экран, сможете осознавать качество. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maximum Mobile. Комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока.